И у нас снова на связку Грузия. Я очень рада видеть своих коллег Игоря Диденко и Глеба Тимошенко. Надеюсь, и они меня видят и слышат. Витаю вас! О том, как сегодня принимают гостей в Сванетии, наш следующий сюжет. Чтобы лучше ощутить сванское гостеприимство, нам, как ни странно, понадобилась помощь японцев. Административный центр Сванетии, город Местия, сейчас напоминает маленькую уютную стройку. И передвигаться как по городу, так и по отдаленным уголкам в изговоренной Сванетии без машины с высоким клиренсом просто невозможно. Поэтому, оседлав джип, мы отправились покорять вершины. Вот как раз здесь подобная машина смотрится абсолютно органично. Когда ты вот так вот сверху вниз спускаешься, чуть ли не под 90 градусов, с резким правым поворотом перескакивая через 20-сантиметровый булыжник. Вот тут ты как раз уверен, что все в порядке. Сказочные виды, экстремальные дороги, оторванное от мира село и первое знакомство с гостеприимством Сванов. Нас встретил радушный прием бабушки Шуры, уникальной мастерицы. Эта хрупкая долгожительница, одна из немногих, кто до сегодняшнего дня сохранила искусство изготовления сванских шапочек. Как оказалось, изготовление сванской шапочки требует недюжиной силы. Нужно обстричь барана, свалять шерсть и придать заготовке форму головы. У каждого приличного свана должны быть три шапки. Серая на каждый день, черная, если в семье горе, и белая для многочисленных праздников. Сванская шапка всегда была дорогим подарком. Если тебе дарят сванскую шапку, это означает, что тебя любят и уважают. А еще из этих шапок можно пить воду. Если шапка новая, то воду пьют прямо вот так. Берут, подставляют и пьют. Но если вы горец и носили шапку уже давно, вот так вот прижимаете чуть-чуть, надавливается вот так вот и вот так пьется. Бабушка показала. А украинцы вот так вот складывают. Так можно и по щечка похлебать. Получив по шапке и вдохновившись сванским колоритом, мы отправились в город, чтобы остановиться на ночлег. Но неосмотрительно зашли перекусить. За нашу встречу, за сегодняшним столом. Очень приятно, что наши друзья приехали с нами. Мне тоже очень приятно с вами общаться. За вас, ребята. Спасибо. Вырвавшись из гостеприимных объятий сванов, мы уже знали о месте и всё. Что каждая вторая сванская семья держит гестхаус, где могут найти приют непривередливые туристы. Что в городе пока всего три современные гостиницы, но очень скоро их будет несметное количество. Потому что именно сейчас их строят. И что мы правильно сделали, забронировав отель заранее. Сохрану лучше видопись, а? Сохрану лучше видопись. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы бронировали дабл. Да, у нас есть. Это стоит сто пятьдесят лар. Сто пятьдесят? Да. А ещё свободные номера гостиницы есть? Нет. Нет? Слушай, я прошу бронировать. Бронируйте заранее. Уютный номер с простым, но изысканным интерьером, горячая вода, симпатичный бар и камин с открытым огнём. А ещё возможность расслабиться в тепле и смотреть на загадочные сванские башни, которые по ночам искусно подсвечиваются. Тут, на высоте двух тысяч ста метров над уровнем моря, мы по-новому оценили гостиничный комфорт и почувствовали себя птицами высокого полёта. Студия Украина. Я Сокол. Приём. Вы два сванских сокола, которые исчерпали время этого включения, но уже через полчаса мы обещаем вам настоящую сванскую интригу. До встречи. Продолжение следует...